Это заняло больше трех лет. Подписать и дождаться ратификации всеми странами ЕС соглашения об ассоциации с Украиной. В апреле прошлого года этот процесс, казалось, был остановлен, когда голландцы на референдуме сказали нет Украине. И вот, наконец-то, на этой неделе премьеру Нидерландов Марку Рютте удалось провести через парламент столь долгожданное решение. Впрочем, свое слово еще должен сказать Нидерландов. А вот когда это произойдет и когда Евросоюз получит ратификационные грамоты от Нидерландов? Узнаем у Елены Зориной. Она сейчас в Брюсселе и с нами на прямой связи. Елена, приветствую. Но скажи, когда примерно завершится весь процесс и точно ли уже нет никаких препятствий для того, чтобы ратификация завершилась? Леш, здесь, в Брюсселе, дают пока что сдержанный прогноз. В Брюсселе окончательно ратифицировать соглашение об ассоциации в Голландии могут не раньше 15 марта. Именно на эту дату в стране назначены парламентские выборы. И судьба ассоциации, по сути, полностью зависит от будущего политического расклада в Нидерландах. Ведь голосование в Нижней Палате парламента это еще далеко не все. Документ должен одобрить Сенат. В этом-то и загвоздка сейчас среди лидеров избирательной кампании так называемые евроскептики из Партии Свободы. Именно они активно продвигали в прошлом году идею референдума. Я лишь напомню, тогда 60% жителей Нидерландов высказались против ратификации. Практически год понадобился украинским дипломатам, чтобы изменить эту ситуацию. Надо сказать, что и само голосование в Нижней Палате парламента было непростым. Депутаты даже предлагали подписать с Украиной дополнительный политический документ. Но все же до этого не дошло, хотя чувствовалось, что политики уж очень осторожничают и тянут время как могут. Голосование отложили на последний день, точнее даже вечер, когда заседал парламент. И все происходило по особой процедуре. У каждого из депутатов спрашивали лично, поддерживает он ратификацию или нет. 89 из 150 высказались за, но и несогласных было немало 55. Так что сюрпризы после парламентских выборов все-таки возможны. Даже эксперты пока обходятся без оптимизма в этом вопросе. Мол, давайте подождем. Но повод для радости все-таки есть. На предстоящей неделе будет еще один важный шаг по сближению Киева и Брюсселя. Ожидается, что уже в среду окончательно утвердят механизм приостановления безвизового режима. Проще говоря, для Украины это финишная прямая. Ведь после этого наша страна получит долгожданный безвиз. Алексей. Понятно. Ну что ж, нам остается надеяться, что первую годовщину референдума в Нидерландах 4 апреля мы будем отмечать, если не с безвизом, то уже хотя бы с ассоциацией, которую ратифицируют все страны ЕС. Иена Зорина была с нами на прямой связи из Брюсселя. Спасибо, коллега, за работу.